всем приветики понедельник 18 января у меня совсем не пруха видите мне тут провода коля вчера уехал на рыбалку вечером сразу после работы а у меня чего у меня все начало ломаться раньше у нас папа уходил в море у нас мама все начинало ломаться так у меня вчера поля уехал на рыбалку вот этот предохранитель выбила и он больше назад не становится то есть я его туда он обратно не работает водонагреватель но уже работает через удлинитель не работа стиральная машинка ее также можно через удлинитель подключить но это пол беды второе и самое главное самое меня что беспокоило ночью шиншиллы сломали колесо да вы бандитки сейчас я вам покажу я даже ночью это снимала вы че тут делаете все разгулялась колесо подшипник накрылся что ли его надо затягивать все равно не такой инструменты сейчас нету затянуть девки вы чем не спать не дают я спать в отцу да он она вообще раз бери да снимай рассчиталась разгулялась сейчас буду вам его закреплять время еще трех ночи нет он не вставать в пять утра дайте поспать чуть-чуть все закрепила колесо больше у меня никуда не убежите это швиночки вам не дают спать своим шумом хая нет закрепила сейчас будет грызть хорошо увиделась а дальше буду прописывать бандитка все тут не достанешь тут не достанешь хулиганка вот так вот такие дела слышите вы чё тут у меня две так кто-то мне чихает то зачем яблоко бросила то было невкусно суша чё за бурзета такая на выбирай вкусно нет она не будет выбирать хай выбирай ты они не голодные совсем так хайка выбрала вкусная ладно возьму на ладошку выбирай ты вкусная выбирай сама выбрала твой выбор суша и короче говоря я чё думала я вспомнила мне когда сделали витрину мастер сказал что здесь какая-то штука то ли подшипник то ли еще что-то с автомобилей даже сказал с какого и не сказал если это все дело будет расшатана раскручена то можно будет закрутить но как-то она в одночасти все что никогда не покрутить в одночасти все быстро так сломалась я не знаю коля помнит не помнит там какие-то штучки на специальный инструмент чтобы это дело подтягивать ладно девки коля приедет ждите сделает вам пускай ваши лапы отдохнут грохот не устроили тут по полу тапки грохота ли куда собралась тенден 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 да лена пол шестого утра лена песни поет нормально нормально все хорошо нормально и куда 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 кстати вчера не снимала этого хайка у меня свалилась на пол и свалилась вот эту штучку куда я сметаю мусор как клубочек туда бабах я ее начала оттуда быстро подхватила вместе с клубочком вернее вместе с хайкой эту миску подняла и сюда витрину так она даже кусочек шерсти сбросила видимо немножко стрессанула в на боку шерсти кусочек у него был выдратый ваш завтрак греется ждем с ждем с до первой звезды ждем с а ты тут готов поел хорошо вчера вечером много насыпала сейчас еще насыплю пусть поплюет догулять пойдет кстати это чудо тоже пернатое вчера мне устроила погром на лоджи я вчера на работу уходила и подумала я работаю до обеда приду насыплю зернышки и забыла пришла монтировала поспала короче я про него совсем забыла что у него на лоджи нет зернышек и вечером слышу грохот сумгам он мне перевернул целый лоток а такой длинный землей и в этом лотке чудом выискивал видать себе еду такой бардак я зашла смотрю на лоджии на полу земля везде земля на подоконнике земля чего вытворял я не понимаю хочешь не понимаю все понимаю есть искал вот и его вчера поймала тоже долго сейчас ловить начало наверно спятой шестой десятой попытки он так шустренько летает то ловлю ловлю нормально там хоть место есть забьется где-нибудь в уголок лена цап и усила не я не поняла что продолжение следует а раз два три четыре не горит раз два три елочка горит вчера все горели 4 так уля нифиг возвращайся хватит тебе рыба лить ну чё такое между происходит так чё мне на обед на обед у меня вот такой кучерявый борщ со щавелем яйца не варила ничего не зажаривала потому что делала для себя и на перекус у меня сыроеги в этом году было много грибов сыроежики отварила заморозила вчера немножко протушила со сметанкой с лучком я очень это дело люблю на улице ноль коля уехал скорее всего на две ночи на рыбалку но по моему завтрашнего дня должно похолодать он уехал с надеждой поймать налима потому что сейчас на верхне туломском водохранилище очень хорошо ловится налим и он уехал с такой надеждой что он поймает налима но налим такая рыба которая в тепло клюет не очень а в морозы клюет получше по крайней мере это я слышала по телевизору в той же самой колиной передачи про рыбалку поэтому не знаю поэтому посмотрим конечно хочется чтобы привез потому что вчера мне андрюшка скинул вконтакте именно там где поехал поле мужики наловили в общей сложности 40 килограмм налима андрей не скинул фотографии 40 килограмм по моему штук было их или 15 или 16 самих рыбин вот такие здоровые рыбины что в общей сложности 40 килограмм я коли вчера подразнила показала фотографию перед тем как он поехал на рыбалку поэтому посмотрим зашла ноги сметью посмотреть погоду то одно пишут то другое то во вторник должны были быть морозы теперь пишут в среду это к вечеру похолодает но суда тут я не смотрела вещи чего вы мне рекламу это показываете я не выбирала себе вещи уже давным-давно зачем вы мне это тут пулькаете привет нас тепло да потому что на улице тепло и тут тепло и и тепло все везде хорошо в крещении то морозы я тоже думала будет морозы и как бы по прогнозу обещали сотри вытела а все равно я же хорошо все равно хорошо все равно будут все рабочий день концу списывалась таташей по ватсапу и про нас вышла статья в газете часто работе ничего объяснять тут не буду поеду домой все расскажу и объясню еду рассказываю если кто-то помнит я говорила что у меня брали интервью про канал елена и зверята и про моих любимых питомцев и сегодня мне наташа пишет хозяйка бывшая сушкина представляете именно кто первый рассказал нам про эту статью бывшая хозяйка сушкина получила газету вечерний мурманск за пятницу за эту и там узнала свою сушу да тут же она сообщила наташи принесла газету наташа почитала наташа очень очень понравилась статья она мне сфотографировала на развороте на двух листах так красочно так красиво и короче говоря сейчас я еду в ларек ход сегодня понедельник пятничные номера они большие они с программой поэтому я надеюсь купить несколько номеров дать популькину почитать себе дуняшки дать ну и короче говоря вот так вот вышла статья про моих мусюсиков пусюсиков или не не терпится купить газету и посмотреть и почитать да кстати я нашла наверное там все дублируется я нашла в интернете видимо та же самая статья только в другом оформлении вот нашла в интернете кинула ссылочку в свою группу себе на стену в одноклассники короче везде покидала пускай кто любит и знает моих зверюшек тоже почитает но в газете конечно почитать будет тоже не менее интересно все газетки купила две последние в ларьке две последние на почте это что тут раскорячилась авария не авария да похоже на то весь передок разбит въехал он видать в троллейбус вот две значит купила последние на почте две в ларьке четыре газеты у меня есть ну мне будет достаточно а что делает лена блогер когда едет домой я уже думаю как снять видео на канал елены зверята и думаю что вот эту статью которая вышла про зверюшек должны озвучить сами зверюшки я сочиняю иногда под настроение всякие вредные советы от имени зверюшек и они разными такими песклявыми голосами это все дело озвучивают ну как будто это не сами придумали но раз статья тоже вышла про зверюшек теперь я хочу снять также видео на канал елены зверята но пускай эту статью озвучат рыжик и трешик я думаю будет интереснее намного чем я просто сяду буду что-то там читать рассуждать рассказывать нет пускай это сделают мои питомцы и это должно быть забавно все видео на канал елена зверята мы сняли кукусики так снимали мы его втроем рыжик трешик и филька филька правда все время где-то прятался то под одной подушкой то под другой немножко погрыз яблочко для филичка покулять чуть-чуть а же пойдешь на место там уже не разгонишься пока я озвучивала видео рыжульки назвучивал меня тут столько было эмоций столько было всякой разной болтовни я не знаю как это записалось на видео но я прекрасно все слышала псих такой псих псих таблетка я не могу с тебя я чтобы не могу с психованого такого лапа сейчас лапа меня будет давай давай легай нет я тебя трогаю не триша со мной сражайся ладно все забираю вас по местам забираю по местам таких бандитов бандитов канцелеритов и пошла на кухню за два сидела монтировала видео на канал елена зверята сначала сняла потом монтировала времени потратила много монтажа было тоже много ничего сложного много всяких заморочек какие-то вставки что-то там отредактировать что-то найти короче говоря я все сделала и теперь я приступаю к готовке хочу приготовить куриную грудку хочу сделать мамульки печенье и хочу сделать овощной рагу время пол девятого но я думаю за часик полтора я управлюсь и пойду на боковую и знаете чего чего-то я какая-то сегодня малюха бесил сейчас овощной рагу мне уже доделывается куриные грудки в сметане с лучком до туши ваются хотела сделать маме печеньки но сделаю это завтра поэтому будет как часто это бывает всем пока и снова здравствуйте и снова здравствуйте у нас уже утро делают для мамы печенюшки и меня просили еще раз озвучить состав потому что сложно найти тот это видео в котором я говорила рецепт я сама не помню поэтому озвучиваю привет гуля во первых вот это вот можете сделать себе скриншот поставить на паузу переписать как вам будет удобно так не тухнуть во вторых сейчас буду делать и буду показывать я делаю все что здесь написано только в двойном объеме то есть если 60 грамм я делаю 120 грамм допустим сначала у нас кладется масло сливочное здесь у меня 120 грамм размягченного сливочного масла я оставляла его на ночь на столе сюда мы добавляем 6 столовых ложек сахара растираем и затем вбиваем 2 яйца все я перемешала теперь сюда пойдет 260 грамм муки 2 чайные ложки разрыхлителя и немного ванилина тесто готово теперь сюда должны пойти яблочки яблочек 4 я их помыла сейчас сниму кожуру лучше брать зеленые яблочки с кислинкой печенье получается вкуснее и так я сниму кожуру порежу на мелкий кубик и все это вместе перемешаю вот сколько яблочек не пугайтесь что много потому что именно за счет этих яблочек печенье получается вкусным вот такой вот смешное тесто получилось я когда первый раз делала подумала и шо ци такая и шо с этим рабыть вот а потом начала выкладывать все у меня получилось все было вкусно и нормально наташа делает руками я же делаю с помощью ложки на одну ложку накладываю тесто и при помощи 2 ложки вот так вот раз и выкладываю на противень на противень короче на лист листик обязательно надо смазать одной рукой неудобно показывать но думаю принцип вы поняли и вот сколько получается печенье с двойной порцией полня ханьки лист ставлю в духовку на 200 градусов сейчас засечем время сейчас 11 35 потому что по времени я не помню я все время заглядываю как вижу что готова тогда вытаскиваем прошло 26 минут вот так вот выглядят печенюшки мама не любит зажаренная кому надо подрумянить можете держать подольше но хочу предупредить будет подгорать донышко поэтому вот 26 минут и мне кажется самый раз не как рыбак приехал не как она привет чуть-чуть бы ушла бы с чумоданами как я не знаю откуда с югу с югу там знаете сколько минус 16 ну не так уж и холодно вообще не минус 30 как тут раз вы ездили так что ты будешь делать кормить тебя че делать вообще чем заниматься мне сейчас люди помойся что там налимый корешка наше домашнее но налима вижу и все что ли ой батюшки ой батюшки да шо ци так это шо ж такое смешное а коль давай наверно завялись да с пивом его и съешь потому что жарить тут нечего гляньте шо ну шо ци за рыба ну натягал хоть столько хоть сколько чего вот он весь улов высыпал его в раковину окошки конечно невероятно симпатичные и были бы они побольше можно было просто их или закоптить или запить в духовке фольги а ну такие мосю пушки но такие классные вообще таки прямо расцветочка вот это вот мне очень нравится но и налимчик коля снимет с него шкуру можно пожарить пожарить сразу съесть что там его замораживает а коль вот эти кушки и 20 минут и что я кончилась ходили все озеро входило за 20 минут и больше нету да и все искали искали больше ну такие непреконные красавчики быстро раз и есть раз и есть раз и если там много было бы стать его ух наловил бы короче вот так ты перец не сыпал ничего перец не сыпала кушманька и я сейчас пойду к родителям а ты не знаете качество и делаю выспаться мы выспались до почти до 9 спали с серёгой и легли рано чуть мы устали вчера тоже рано едем с печи так во сколько мы ехали около четырех или в пятом часу стоит скорая на плотине там где рыбаки все потом сегодня утром сторож заходит витка его зовут тебя познакомить какой-то хрен позвонил у него снегоход приедет этого раненого мужика привезти надо до скорой 15 километров от плотина в смысле раненый на чем раненый рыбали вместе этот козел трезвый не может сбил его сидячего на снегоходе я увидите спрашиваю хотя этого не видел ночью и скоро приехала за этим музыку на насильно сбила раз скорую вызвание это снегоход на перелома в жопа волокос вы ели загрузили вдвоем на рассказу и видел снегоход там снегоходу тоже жопа космар так вот рыбаки на снегоходе ну неужели человека не видно ты вообще не понимаю а мы скоро увидим серёга кого-то сердечко не прихватило приехали а тут видишь утром рассказал сердцем слепаю к родителям иду песочком снег под ногами хрум 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 так здорово свои крещенская водичка вижу сейчас зашла в лифт но у меня утром что-то так голова болела одну таблетку вторую и только начала проходить думаю поеду на лифте чтобы не раструсить свои мозги зашла в лифт значит нажимая закрыть двери ну закрылась дверь и стою думаю что он не едет а на третий этаж то не судьба была нажать стояла думала почему лифт не едет ты космар вот так вот головная боль на людей действует неправильно сам не катает привет вот это приемник да твой новый слушай такой классный прям знаешь он как будто с тех времен но современный понимаешь как украинцев были вот эти вот по старину да под ретро вот точно слово не могла подобрать ничего себе слушай классные мы с кофем от папы ушли к маме пришли о что она тут пила водичку минералку минералочку попью кофейку давай нет кофе горячий давайте намажу а потом попью кофе у тебя в тот раз вот тут и жаловалась давайте все намажу что там жалко да чё жалко еще купим а где я продаю в интернете сколько стоит для тебя бесплатно сказали для светланы серафимовна какая это сколько стоит его хватит надолго и потом закажем еще чё ты ты даешь что такое дорогое и она один недорогое вот вот это оно недорогое я не вижу есть дороже миллион раз это нормально я все тоже сегодня от виски намазала голова болела я удивляюсь как ты еще спустилась скорой внизу дверь открыла в такой ранее где сил хватило когда папе я лежала я же еле хожу по дому а тут я бегом по ступень даже без лифта вот как вот стрессовая ситуация на людей влияет очень-очень вот тут она поможет за грудиной болит ну давай намажем где вот тут прям по середке держи бегом бежала представляешь и поднималась вверх не держалась потому что потому что стрессовая ситуация страха рекорды детства я даже сюда не вставала капельки сделали да люди рекорды бьют и не понят не понимать когда потом как я мог это сделать как у меня-то получилось я удивляюсь себе из дома не выхожу а тут бегу поступить ты ж мне когда тогда сказала по телефону я пошла вниз я думаю как ты пошла как-то дверь эту открыла как-то спустилась думаю ты до туалета то утром ладно бы это была вторая половина дня но везде намазали все мама намазала сейчас будет легче спасибо ты в наташинах этих-то ой такие теплые она мне купила носки для работы такие теплые такие мягкие мне кулина купила таких тоненьких тормоз носочков я одеваю кулины сверху наташина это она тебе купила ой прям до колена теплые такие я не снимала теплые мягкие с яга да там же на картинке даже нарисованы с раками когда-то шаги он был хороший красивый видишь наши умеют умеют такие носки теплые прям на север бы их забрали и бы сюда да в лед просто разлетели куля дома приехала с рыбалки папе показывал сейчас тебе покажу это улов покажу сейчас колен вот такие смешные но на фотографии они наверно покажутся тебе огромными ну какие огромные ты которую весь большой лежит налив но не огромный он он вот такой вот а вот те все остальные вот такие бедные не буду чистить ничего он сейчас их это засолит повесит и завяли ты если готовить не никак невозможно и маленькие даже уху не не сваришь там на чешуя будет плавать как птичка нормально выпустила гулять пошел когда позавчера ушла на работу я рано освобождаюсь ушла на работу и думаю приду с работой насыплю зернышек на балконе на лоджии его выпустила утром он позавтракал пришла с работы что такая разбита усталшая легла полежала делами короче до вечера я про него забыла что я его не насыпала зернышек на обед что я зашла на лоджию я чуть в обморок не упала у меня вот такая вот длинная была с землей потом горшки стояли там где цветы уже высохли ли выкинула он видать всю эту землю переворошил искал зернышки семечки у меня весь пол в этой земле у меня все валяется так что ты довел порядок сказал лена знаешь что давай-ка мне еду оставлять напомнила я быстро в клетку насыпала давай давай долбать долбать покушал бедные а я бедная мне пришлось вот это все убирать завитать подбитать ой хозяин так что так попробуй не накормить папа поговорил про нас в газету написали папа потом тебе принесла газету про моих животных статья вышла и вот такая на разворот там все все их фотографии все таки красиво да и мне сказала наташа первая соседка наташи мне отдала шушу и эта соседка увидела первое статью в газете сказала наташа наташа радовалась как ребенок меня как распирает от радость мне газету дали но у меня ее заберут да ладно она куплю еще потом пишет ура мне любила подарила я вчера заехала после работы нашла 4 последние купила газету от вам отдала аня санкт-петербург одну просила ну и тете клаве одну и себе одну оставлю хотела дуньки но сейчас зайду на почту есть еще для дуньки куплю обои коля такой смешной говорит ну ты у меня прям популярная прям как алла пугачева так она девушка ну молодая так она интересно про них написала ничего не переврала обычно знаешь как я боялась но они потому что молодая и все делает да да все прям как мы говорили а некоторые там свое что-то прибавляет добавляют но я знаю что много вот а тут прямо как мы говорили еще так все красиво написала все четко понятно нету там такого что вообще я не говорила она сама от себя не ничего это что я на исповедь шла а много священников стоит работница подошла ко мне ну я часто знаю они меня знают ты не ищи старого ты ищи к молодому стать они больше читают узнают еще есть такое желание как бы учете крошки на кровати я так смешно было когда лежала в больнице и лежала в больнице и лежала в пенсионерке бабульке когда ногу сломала гипс положили гипс высох и я значит утром просыпаюсь бац бац а подо мной песок я говорю ой женщины говорю с веком тоже песок сыпется покупают все-то много veterinary пенсионерки и она тяги фисанит в пенсионерке а я лет до сколько там скуды семь восемь прошло еще молодая было еще песок с tadi осыпется с веком 8 8 больше 10 вот так пахнет прям даже носу приятно да вот не по-делу нет люди мне много пишут в комментариях те кто этим же пользовался многие пишут что хорошее средство то есть ни одного негативного отзыва нету все пишут что все хруто помогает и спине легче слабо ментально не могли мозгам легче голове не а то пятую ночь пувыркаюсь в принципе откупили после нового года игрушки короче меня сейчас продавать есть мои игрушки которые я не хочу продавать которые мне ну просто нравятся не у меня а все что были на работе вот анька две последние продала после нового года кто-то зашел и купила часто работе много работы на работе много работаем да это логично вообще-то с переходом там у нас ну короче переход внутренний много сидеть просто за компьютером тупо забивать перезабивать и нет времени даже вязать сейчас немножко мы все это справимся сделаем и тогда уже как будет минутка я начала вязать там одну штуку и так она у меня лежит минутка буду вязать и все равно не могу не вязать я уже начала вязать кружка такая чашка будет из нее так вот чайный пакетик свисать красиво и будет кружка с улыбочкой и чайный пакетик с улыбочкой